Официальных мест для купания в Крещении в Балаковском районе будет четыре. Купели на пляже в 7-м микрорайоне, у санатория Изумруд, возле загородного клуба «Атмосфера» и рядом с монастырем в селе Криволучье. Обсуждалась еще одна иордань у дельфина на месте моржовой проруби, однако там решили не организовывать купание. Все купели будут открыты для купания с нуля до 18 часов 19 января. На обозначенных местах будут дежурить спасатели, полицейские и медики. Спуск автотранспорта на берег и тем более налет будет строго запрещен. Кроме этого, в Крещенскую ночь будет организовано дежурство спецтехники. Вдруг кто ненароком застрянет в сугробе неподалеку от купели. При этом спасатели сообщили, что их сотрудников не хватит на дежурство на всех официальных иорданях. Поэтому, скорее всего, в Криволучье купания будут проходить без их участия. Все участники комиссии согласились с тем, что будут и стихийные места купания и забора воды. Но все-таки основное внимание надо уделить безопасности на официальных местах. Как сказал председатель комиссии ПЧС Дмитрий Поперечнев, «Те, кто преисполнен веры, доедут куда надо, а остальным и тазика достаточно». И тут довольно необычное предложение сделал главный инженер МУП «Балакова водоканал» Александр Муравьев. Дos муравьев, Александр Муравьев. Колес Отец Амбросий отметил, что в крещении вся вода становится святой, но верующие все равно предпочитают набирать воду из освященных Иорданий. Забор воды балаковцы смогут осуществить не только в местах проведения купаний, но и в дополнительно организованных местах – на набережной судоходного канала в районе Гимс, в Маянге и в Красном Яре, где освящение воды пройдет с 10 до 11 часов 19 января.